На старте автокросса в Рубцовском районе по классике сплошной отечественный автопром. Оно и понятно. Для таких гонок это самый лучший вариант в ценовом плане. Запчасти относительно недорогие, при том очень нужные, ведь аварии случаются регулярно. Пилоты в районе 11, 12, 13 лет на окушечках едут. Из четырех машин у нас две машины спокойно улетели. Одна перевернулась, встала на колеса, две улетели за бруствер, одна съехала. Борьба была такая, несмотря на то, что это дети, несмотря на то, что всего четыре машины, борьба была прям нешуточная. Соревнования в Рубцовске в принципе всегда нешуточные. В лучшие времена, как заявляют старожилы, собиралось под 70 машин. Однако сейчас из-за определенных проблем Федерации автоспорта Алтайского края состязания понизили в ранге. Последний момент. Поэтому отбора на финал Кубка России не было. Но 37 сибирских спортсменов все же поехали в шести классах. Как-никак готовились к этим соревнованиям долго. То есть это буквально мы каждый вечер вдвоем с отцом в гараже, там всю зима, всю лето, весь сезон, который идет. Это просто нескончаемая работа. Так скажем, не каждый ее выдержит. И так люди сбоку смотрят, говорят, блин, как, у меня бы уже терпения не хватило, сколько вы в этом гараже проводите времени, сколько вы готовите машину. Ну, мы здесь, значит, нам все нравится. Кто-то приехал по другой причине. Вспомнить великого рубцовского автоспортсмена Виктора Журбу, который трагически погиб на этой трассе 15 лет назад. Он был тренер, он был наставник, он был учитель, он был организатором. Он был организатором, участником. Его не стало здесь, прямо на старте после финиша. Он финишировал, и сердце остановилось. Сейчас организаторы соревнований мечтают о двух вещах. Возвращении этапа Сибирского федерального округа по автокроссу на трассу в Бобково и создании школы технических видов спорта. Учреждение бы позволило взращивать спортсменов для категории Д3 микро, в которой участвуют дети до 8 лет. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.